Всем привет! Вы на канале Тренер. Меня зовут Субосин Сергей. Я тренер по боксу. Сегодня мы находимся в ворклассе Пушинский. Со мной Габриэль, фитнес-тренер. Сегодня попробуем ему поставить акцентированные жесткие удары. Чтобы правильно, сильно бить, нужно расставлять свои цели, мышцы. И у меня еще тяжело, потому что мы постоянно в шестанге работаем. Поэтому я думаю, что с Серегой все получится. Правильно, Серега? Поэтому я ему верю. Я думаю, что я даже готов быть, будешь чемпионом. Да, Мир, да, Серега? Делай меня, будешь чемпионом. Масса тела и сила удара, они взаимосвязаны. Здесь важно, чтобы научиться расслаблять мышцы. То есть, если масса большая и плюс ты напряжен, удар в стороне будет скованный и не такой сильный, как даже, допустим, более легкого спортсмена-боксера. Но если Габриэль научит мышцы расслаблять и работать в этом режиме долго, удар будет сокрушительный раз, плюс он может уже носить много серий, комбинаций и не уставать от этого. Первое, с чего мы начнем, это со встречного удара левого. Почему советую именно с этого удара начать тренировку? Первое. Во-первых, чтобы ты при атаке научился держать подставку правой рукой, не опасался моего удара, плюс начал чувствовать дистанцию удара именно с передней руки. Итак, боевая позиция. От носка левой ноги проводишь прямую линию, на этой линии стоит пятка правой ноги. Здесь пятка. Так, носок чуть вперед, этот носочек чуть завернул. То есть, ток практически правильный. Так, правая рука находится подбородком, локт согнут. Плечо расслаблено, левый плечо впереди. Ладонь правой руки чуть-чуть раскрыта. Открываешь нос подбородок, голову вниз, спорву и посмотришь на меня. Плечо расслаблено, плечо подбросит. Левая рука поднимаешь, локоть согнут в локтевом суставе. Рука согнут в локтевом суставе, локоть смотрит вниз. Кулак на уровне левого глаза, плечо расслаблено. Вот из этого положения, сейчас начинаешь просто без удара поработать и переносить центр тяжести ноги назад. Впереди стоящий ног, назад стоящий ног. Ноги как руки, пужины. А колени надо ли спать? Колени чуть-чуть нет, они у тебя амортизируют должны. Так, расстояние нормально или мужа похожа? Когда движение делаешь вперед, отрывается пятка правой ноги, движение назад, пятка левой ноги. Носки постоянно стоят на полу. То есть, переносишь центр тяжести. Амортизируй. Амортизация идет вперед-назад. Стопу чуть-чуть заверни носок внутрь. Носок сзади стоящий ноги чуть на меня. Так. Это такая амортизация. Так. Движение идет параллельно полу. Без подпрыжки. Вперед-назад. Стоп. Еще одно замечание. Подкрути таз. Таз подкрути, живот в себя. То есть, подвздошную кость вывел вперед, группировался спинокруглой. Не пробнутая пыльница, а наоборот, группируй. Да. Открути таз. Плечи расслабь. Расслабь. Теперь руку вытяни вперед, левую. Вытяни вперед. Плечо вытяни к подбородку. Не подними, а вытяни. Вытяни сустав. Да. Правильно. Эта рука, раскрытая ладонь, здесь. Закрой нос к подбородку, раскрою ладонь. Так. Я лапу держу. То есть, вот так. Вот, положение. Дальше. В этом положении поработать перенос веса тела с прямой рукой. Давайте руку прямую до лапы. Движение вперед, даем. Назад, вем. Ты прям прямой рукой. Вот задача твоя. Сейчас прочувствовать опору, передвистающую ногу. Плечо вытяни к подбородку. Подбородку. Ты куклу поднимаешь, подбородку. Сколько урона? Поехали. Я спел вперед, назад. Дыши. На выдох, вперед, на выдох, назад. Выдох, 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 выдох. Обязательно дыши, чтобы гипоксии не было. Чтобы ты не задохнулся, чтобы мышцы были всегда в рабочем положении. Состояние. Угу. Так. Плечо вытяни, не поднимай. Вытяни к подбородку. Вот, 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 вот. То есть у тебя в плече резина должна быть. Резиновое плечо. Угу. Так. Вот теперь на движение назад, сгибая руку. Движение вперед, разгибая. Вкручивая кулак, как с трубой. Движение, как с трубой. Вкручивающее движение. Назад руку возвращаешь, плечо ослабление. До лапы давим, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Угу. Угу. Вот, 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 в такое положение возвращаешь. То есть не к себе хватом, а вот в такое положение. Из этого положения рука гораздо быстрее пойдет вперед, быстрее разогнется. И здесь у тебя, она всегда наготовит. Если трубку будешь возвращать сюда, то еще в таком положении, то очень долго будешь ее разгибать. Угу. Одна рука здесь. То есть в боксе это очень важно. Бокс сложнее, чем штанга. Это все спорт. Штанга и бокс, на самом деле, можно, можно, если желание есть, нет ничего сложного. Нужно просто слушать тренера и выполнять задание, как он, ну, как он говорит. Я думаю, что, ну, все интересно. И штанга, и бокс. Все интересно. Поэтому, как совет, лучше человек занимается штангой и еще чуть-чуть по боксу. Это более интересно. Угу. Так. И на движение назад. Руку правую чуть-чуть выводить вперед. То есть движение вперед, удар, назад, подставка. Буквально 5 сантиметров от ворота, да. Вперед, удар, назад, подставка. Вот это работа на переносе центр тяжести. А вот сейчас поработай. С ударом сразу даже подставка правой рукой. То есть ты атакуешь туда, сразу руку вводишь вперед. Поехали. Не, не льди, пожалуйста. Твоя задача, твоя задача, опереться с носка на пятку впереди стоящую ногу. То есть не просто крутить левую ногу, а перенеси массу тела сюда, да. То есть твоя задача сейчас, опередить своим ударом, мой удар, и в то же время ты должен защитить свою голову. То есть движать по ставке. То есть я шагу атакую, а ты на переносе центр тяжести без шага. Просто разгибаешь руку, и сделаешь, как перед переди стоящей ногой должен быть. Момент удар. То есть видишь, да, ну я шагаю. Не шагай. А, не шагай. Просто. Если начнешь шагать, ты априори позже меня сделаешь движение. Поэтому делать перенос я сделал. Жёстче коленку. Чем жёстче опор, тем жёстче удар. Ты на носок опираешься. Один раз постарался с носка на пятку, вот тогда удар будет плотным. Хорошо. Так. И вот смотри, опять видишь руку, где держишь, очень долго разгибается. Вот отсутствует движение. Твоя задача, быстро разогнуть руку, а не разогнать её от плеча. Ты ещё не ударил, а уже руку согнул. Вытяни сустав. То есть останови меня. Нанеси удар так, чтобы я от тебя отлетел. Хорошо. Пойду. Пятку ставь. Пятку ставь. Опора на всю стопу. Пятку не ставишь. Пять на носок. Давай, медленно. Так, ещё раз. Покажи, пожалуйста. Пятка стоять. Нет, ты колено тянешь за носок. Ломаешь суставы здесь. То есть вот положение. Опора. Тупой носок. Не острый, а тупой. То есть стопа практически ко мне ребром стоит. Перпендикулярно. Приматор с работой тоже тяжёлый. Точнее. Выдох. 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 Вот сейчас гораздо плотнее удар. Вот так. Вот. 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 Вот если противник тебе пойдёт, вот таким ударом ты уже нокрутируешь. Так. Да. Отлично. Отлично. Красавчик. Что у него, по-двоему, не получается сейчас? У него главная сейчас ошибка то, что он напряжён. Он не расслабляет мышцы после ударов. Ну, в принципе, на месте это, наверное, самое простое, что можно сейчас сделать на данном этапе. Научиться сильно и жёстко бить. Но когда противник начнёт двигаться, ему нужно будет тоже подбирать дистанцию и плюс к этому ещё не уставать и расслаблять мышцы. Но это уже будет на следующих тренировках. Так. А вот следующая работа уже правой ремонт. Сейчас стоишь в этой же стойке. Столчка сзади стоящей ноги. Переносишь вес тела перед стоящей ногой с поворотом. Так, чтобы у тебя плечо вышло вперёд в правой руке. Так. Вот нанеси атаку и замри в положение удара. Клечо вытяни вперёд, нанеси атаку по лапе и замри. И замри в положение удара. Всё, замер. Правая нога на носке. Вот, стоять. Замри. Стоп. Так. Стоять. Жёстко. Упор сзади стоящую ногу в передней части стопы. Здесь пятка перед стоящей ноги. Так. Клечо левое расслабь. Оно уже безударное у тебя. Рука ближе здесь. Клечо вытяни вперёд подбородок. Не подними, вытяни. Подбородок ближе к плечу. Вот так. Ты так стоишь. Вот. Да. Трапеция расслабь. Не напрягай. Угу. Вот. Жёстко стоять. Вот. Клечо внизу левое. Вот. Вот здесь шаг. Вот себя. Да. Вот это положение. Должен чувствовать опору в пятку перед стоящей ноги. Назад. Вернулся. Вернулся. Клечо расслабил. Рукалка подбородка. Расслабь. Клечо расслабь. Опусти. Опусти. Вот здесь подбородку. Подбородка здесь. Вот. Рука правой подбородку. Клечо на развороте, на переносе вес силы в проводы. Легко. Не напрягается. Поехали. Вперёд, назад. Здесь клечом перегросик. Нанёс. Клечом перегросик. Выдох. Вперёд. Да, выдох. Выдох. Вот. Ещё. Выдох. Назад тоже выдох. Дыши. Выдох, 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 выдох. Вот. Задерживай механика. Ага. Выдох, выдох. Назад, чуть подальше на правую ногу. Возвещайся. Назад, чуть подальше. Прям самортизируй. Самортизируй назад стоящий. Выдох, выдох, выдох. Вот так. Вот. Шасси. Выдох, 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 выдох. Отлично. Только вдруг стараюсь не сюда возвращать, а сюда, на дорогу, то прямо отсюда удар шум, а не отсюда. Потому что когда рука здесь, для плеча не прижима, рука здесь, плеча расслабляет. Отлично. Я понимаю все, что Серега говорит. На самом деле, правда, потому что, чтобы правильно сильно бить, нужно расставлять свои цели, мышцы. И у меня еще тяжело, потому что мы постоянно шестанги работаем. Поэтому, ну, я думаю, что Серега все получится. Правильно, Серега? Вот, поэтому я ему верю, я думаю, что я даже готов быть, будешь чемпионом. Да, Мир, да, Серега? Делай меня, будешь чемпионом. Делай. Отпускаем, вдох, выдох, вдох, плавное впечатление, сейчас, а здесь, вот, и лопатка тоже светильнее, опускаем. И работаем. Спокойно.